Господи благослови, мы отправляемся в рулетку. Человек должен... Вы желаете что-нибудь о Боге узнать, о спасении души? Да, желаю. Вы знаете, что за наши грехи Христос умер? Да, знаю. Мы спасаемся жертвой его, он наш... Сейчас, прям секунду, одну секунду. Да, 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 ну. У нас мы все это, все знания свои черпаем из книги, которая называется Святая Библия. У вас есть такая книга? Ну, конечно, есть, я сам верующий. Верующий, ну вот, я вижу, что вы православный, да? Вы можете записать наши ресурсы, у нас очень большой видеоканал. Вы там найдете для себя очень много полезного. Там тренаж... А вы сумасшедшие в христиане тоже, да? Да. Открытым оком называется. Открытым оком во свете Библии. Запишите себе. Как, как, как еще? Открытым оком, открытым оком, глазом. Запишите. Открытым оком во свете Библии. Открытым оком во свете Библии Игнатий Лапкин. Ага, все, нашел. Так. И вы, если под таким же названием поищите сайт, напишите впереди сайт. Откроется наш сайт. Это огромный сайт, огромный. Там и книги, и аудио насчитаны нами. Нам материалы наши свои. Златоуст насчитан 12 томов. Жития 12 томов насчитана. Библия, Архипелаг, ГУЛАГ, там все найдете. Мы с нуля строим православную деревню. Православная. Где человек должен сразу доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Не, я не пью, не курил. У нас в стране разрушено 21 тысячи сел. Непочатый край работы. И сидят люди, ропщут, недовольные, правители не такие. Но от того, что мы будем кричать на митинги, ходить на Майдан, ничего не изменится. Надо работать. Ну, я вот так скажу. То, что правительство у нас, конечно, это антихристы полные, абсолютные. И то, что вот эти все навальные, это те же самые лжецы. И просто они как раз Русь нашу и разрушают. И те, кто сейчас у правительства, делают то же самое. Я считаю так. Нам надо вернуть царский монархический строй, как был до революции этот проклятый. Я вот так считаю. Видите, если бы было все хорошо, то революции бы не было. Тот монархический строй-то и привел к революции-то. В дворянстве веры уже никакой не было. Иоанн Кронштадтский говорит. Искали, играли французскую революцию. Вот и сыграли. 100 миллионов, голок потеряли. Ну так вот, коммунисты-то, это же вообще плохо. Это же антихристы. Это же просто, это же демоны просто воплоти. Ну правильно. Ну а как бороться? Давайте. Евреи все захватили, говорят. Говорят, бороться надо. Говорят, надо. А как? Любовь. Мусульмане везде подрывают. Надо бороться? Надо. Как? Любовь. Рассказать о Христе. Молиться. Написано, молиться за царей, за начальствующих. А то, что мы будем сидеть недовольны, это ничего не меняется. Просто нервы себе. Нет, конечно, надо бороться. Я вот про это и говорю. Конечно, надо бороться. Это в любом случае надо бороться. Бороться надо прям. Но опять же, а как? Вот выходить на митинги, я считаю, это бесполезно. Бесполезно, правильно. Надо. Надо менять саму систему. Именно саму систему. А кто ее менять будет? Кто менять ее будет? Так вот, мы это и будем ее менять. Молодец. Роберт Рожестинский говорит, к нам письма приходят и говорят, у нас народ хороший, там село большое. Вы нам такого башковитого мужика пришлите, руководящего. Он говорит, они по полочкам, мужики башковитые у нас не лежат. Вы из своей среды выдвигайте. А выдвигать, если он не верующий, кого выдвигать-то? Он блудник, он вор. Надо, чтобы это был верующий человек. Мне пришлось... Как вы считаете, вот у нас в правительство воры или приличные люди? Я не знаю, чтобы там не было воров. Если они себе назначают такие оклады по 500 тысяч, и даже показали 1,36 миллионов в месяц, а у меня пенсия 7 тысяч, 141 рубль, 303 копейки. Но мы не ропщим, мы не ропщим. Надо платить десятину, и тогда Бог поднимет тебя. Конечно. Ну так вот они-то и воры. Да. Поэтому я... Вот я поэтому не поддерживаю совершенно никак вот это новое правительство. И я... И надо бороться в любом случае. Надо изменять саму систему, и надо... Вот вы это сегодня подсказали. И раньше уже говорили об этом, надо менять систему. Вчера говорили об этом. Да я всегда... Эту мысль у меня в голове постоянно. Вот такие же люди по всей стране, они говорят. И когда я встречаюсь, они ничего не делают. А я говорю, менять себя надо. Себя. Родиться свыше. Как Серафим Саровский говорил, быть Вадимом Духом Божьим. Стижание Духа Святого. А поэтому вокруг тебя, говорит, спасутся тысячи. Ну спасутся, не спасутся, но... О себе надо побеспокоиться. Да он не такой. Он вор. Мне пришлось много судиться. Я политзаключенный был. По тюрьмам шел. И потом стал реабилитированный. Пришлось им возвращать. Я убедился, что судьи должны быть только верующие. Независимо от того, кто они. Православные, баптисты, католики, литеране. Нет значения. Чтобы он верил, что есть суд Божий. И за неправду он получит. А тут так. Я сделал то-то. Я доказываю по архивам, что в это время нашей деревни не было. Уже три года как исчезла. А они там, я будто что-то делал нехорошо. Да ее не было, деревня. Я в архивном отделе с печатями справки принес. И судья моргает, почему? А суденцы с Компартии, они меня оклеветали. Я подал в суд. Секретарь по идеологии Компартии. Поэтому бороться надо. Но это рассказать о любви Божией. Чтобы люди уверовали. Хотел у вас спросить. А вы знаете про такую церковь адвентистов седьмого дня? Еще бы не знать. Я у них выступал, говорил не один раз. Это не церковь, это секта. Церковь идет от Христа. А не 1841 году Елена Уайта или Миллер придумали. Нет? Да, 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 да. И вот знаете, я к чему это говорю? Я вот... У меня-то беда на самом деле. Моя тетя двоюродная, правда. Вот она в этой секте, представляете. И она пытается постоянно нас туда. И вот я с ней, значит, беседую. Я говорю, тетя Люд, я говорю, ну а зачем ты приходишь и говоришь постоянно про это? Пытаешься у меня что-то куда-то там это прийти там или что-то? Я говорю, зачем? Я и так христианин. Зачем мне что-то там... Зачем мне вот это вот лжеучение какое-то? Я также рассказал всю эту историю и то, что... Вы знаете, даже в Америке был такой цидент, что... Вот адвентисты вот эти... Был такой случай, что они забаррикадировались и... Их там полиция там что-то, я не помню. Ну, короче, в итоге их сожгли. Они сами себя сожгли. Ой, нет, это я не поверю. Адвентистов такого учения нету. Это может быть клевета, а не адвентисты. Это так. Народный храм, это в Америке было. Там 980 человек уничтожено были. Да их уничтожили, они не сами даже, сегодня уже доказано. Этой тете Любе, вы скажите, давайте на меня на скайп... На меня выйдите с ней, и я отвечу на ее вопросы. Что субботу Бог усыновил вечно, но суббота указывала на воскресенье. А она не знает, где переход. Суббота, это покой, который Христос нам даровал после воскресенья из мертвых-то. Это адвентисты очень хорошие люди, они живут чисто. У них нравственность высокая. Хорошие семьи, работяги, но они еретики. Они, по-моему, сумасшедшие, вам не кажется? Ну так я не могу сказать, я могу только сказать, что они не церковь, это определенно. Где церковь должен быть епископат, епископы. А у них никого не было, самозванцы. Да, да. К ним это же... Да, это епископы, это самый обычный епископ. Я вот... Короче, я даже хотел, типа, расследование такое, типа, частное провести. Я, типа, звонил там, как у них там эти пасторы, чтобы... Да, они называют пастор, ор, пастор. Такого слова тоже в Библии нет, это обманщики. Да, 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 я вот разговаривал там с одним, записывал вот там. Ну такие, знаете, как это, такие вопросы ему задавал там. Ну, и опять же, для них якобы второе пришествие же уже было, правильно? Да, оно предсказано было, но его не было. Я их учения очень хорошо знаю. Я этим занимался, среди них жил. Ну, нет, ну у них как бы... И у них для них не существует, получается, как... У них нет, по-моему, ни ада, ада у них нет. Ну, ада нету, души нету, души нету, главное. Ну, как? Не то, что души... Вроде как, если ты плохо себя вел на протяжении жизни и жил плохо, по сути, и не поверил, то ты просто после смерти ты не будешь спасен, ты просто умираешь и будешь лежать. Ну, да, они говорят, пророк Малахия, говорит, сгорит, как солома, они это место берут. Да, но это странно. Ну, то есть, получается, если нет ада, то тогда как же, как же? Тогда и узды нету. Почему Надежда Крупская говорила, религия узда для масс? А вот смотрите, они говорят, какой деноминации, какой конфессии, а вы им отвечаете, таких слов нет в Библии. Это два слова, которыми сатана прикрыл слово ересь. Они должны спрашивать, какой ереси ты принадлежишь? Вот так. Да, да, да. Ясно. А вы часто в чат-рулетке-то сидите? Он говорит, часто здесь сидите, в чат-рулетке. Я второй день. А что, с чего вы вдруг решили? У меня этот друг, брат во Христе, вчера его похоронили, он здесь был. Я решил его вахту принять на себя. Он парализованный лежал, 17 лет. В 30 лет у него 7 позвонков раздробило, и он лежал недвижимый. Ну, можете зарядить где-нибудь так, Сергей Козлов, парализованный. И увидите, какой он иконописец был, какие оставил ролики он беседовал. Умница. Мы были очень близкие, сейчас вот его биографию оформляем. Поэтому я зашел проверить, а что здесь в этой рулетке? Можно что-то найти? Можно. Вот сегодня утром мы на вас нашли. Ну, люди разные, бывает матерятся там. Разные, но я вам скажу здесь, вот таких людей, скажу, как я там, как вы, ну, скажем так, более-менее адекватных людей здесь очень мало, поверьте. Здесь вы найдете здесь и вот те, которые там петюны наяривают, и всяких извращенцев, и это кошмар садомитов, там и прочих, прочих, прочих. Здесь столько вот этого всего, столько вот этого всего, вы просто не представляете себе, я вам серьезно говорю честно. Я вижу, вот мы заходим сейчас, она заходит там, и ученики в школе, и они увидели, что мы, я говорю, мы проповедуем Христа распятого. Он заматерился, а рядом школьницы стоят, прям матерками. Кошмар, кошмар, я и говорю, кошмар просто. Ну, ну что, что мало, ну если даже один человек найдется за день, то это уже хорошо. За каждую душу Христос умирал. Да, согласен, абсолютно. Ну вот заходите, если у вас будет желание, тетя Бабе Любе, скажите, я скажу, знаю, что вам ответят на все ваши вопросы. У меня с адвентистами очень хорошие отношения были. Вот в Америке самые долгожители, адвентисты, у них спортзалы, там бабки все ходят, у них очень здоровый образ жизни и питания. Елена Уайт им все написала. Они же, по-моему, кроме, они, по-моему, мясо, только курицу, по-моему, едят, они не пьют, не курят. Да, очень хорошие люди, но хороших в аду очень много. Надо быть в церкви, причащаться, ходить на исповедь. Ну ладно, удачи вам. Как вас звать-то? Меня Николай зовут. Да благословит вас Господь, Николай. А вы запомните меня, Игнатий Лапкин, как зарядите, там найдете про меня плохое и хорошее. Я нашел ваш канал на Ютьюбе, я нашел. Нашли, да? Вот вы посмотрите, там последний, который умер, вчера только выставили. Я каждый день выставляю около 10 роликов. Там на Златоуст насчитанный, там все у нас есть. Храни вас Господь. Обязательно ознакомлюсь. Да, заходите, я вас там встречу в скайпе. Все хорошо, ну всего доброго вам. Всего хорошего вам. С Богом. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Если вам понравилось наше видео, одобряйте, ставьте лайк, а также поделитесь с друзьями о просмотренном в соцсетях, контакте, фейсбуке, твиттере, одноклассниках. Добавляйте в плейлист. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, это даст вам возможность узнавать о новых видео, которые обязательно будут выходить на нашем канале. А также смотрите другие наши видеоролики в нашем богатом видеоархиве. Помоги вам, Христос. С Богом. Субтитры подогнали Симон.